В Гагарской средней школе номер 2 состоялась первая выставка картин юной художницы ученицы 11 класса Екатерины Иджан, которая была посвящена Международному женскому дню 8 марта. Ученица 11 класса Гагарской средней школы номер 2 Екатерина Иджан с детства увлекается рисованием. Сегодня в свои 16 лет она уже является автором более 30 работ. Интерес к изобразительному искусству у Екатерины Иджан появился еще в детском саду, а в школе рисование стало ее любимым предметом. Заметив талант дочери, мама Кати Ия Хунеля наняла репетитора по изобразительному искусству. Уже на протяжении 6 лет с Екатериной занимается преподаватель Гагарской школы искусств Светлана Любомирская. Тематика работ Екатерины разнообразная. У нее есть пейзажи, натюрморты, портреты. А первая ее работа называется «Подсолнухи». Эту картину она подарила своей маме на 8 марта. В преддверии 8 марта я решила сделать приятное своей маме и нарисовала ей картину «Подсолнухи». Ей очень сильно понравилось. Катя может и в течение двух часов написать картину. Однако бывает, что она несколько раз возвращается к готовой работе и решает дополнить ее. В основном она рисует дома. «Картины, которые я пишу, отображают мои эмоции. Буйство красок говорит о моем настроении. Первую оценку моим работам дает моя младшая сестра Ксения. Я бесспорно ценю ее мнения и взгляды», – говорит юная художница. Свои лучшие картины Катя дарит родным и близким людям. Свои картины в основном я дарю своим близким, учителям, друзьям. Не так давно Екатерина написала картину «Озеро Рица», на которой она изобразила молодую девушку на лодке, любующуюся природой. Катя подчеркнула, что они с семьей часто посещают достопримечательные места Абхазии. Там девушка делает снимки, а затем переводит на холст. Очень часто я выезжаю на природу, делаю фотографии. То, что мне нравится, то, что меня вдохновляет, я потом изображаю на холсте. В этом году Екатерина Иджан заканчивает школу и намерена учиться на ландшафтного дизайнера в Сочинском государственном университете. Накануне Международного женского дня в школе, где учится Екатерина, была организована первая выставка ее работ, которую она посвятила своим дорогим учителям. Открывая выставку, директор школы Изабелла Ажиба поздравила юную художницу со знаменательным событием и пожелала ей дальнейших творческих успехов и больших высот в искусстве. Уважаемые наши гости, те, которые сегодня присутствуют, мы очень рады вас сегодня видеть в этом нашем зале, в нашей школе. И это прекрасный повод открытия самой прекрасной выставки, галереи, работ нашей замечательной девочки, нашей ученицы Иджан Екатерины. Безусловно, нашу Катю щедро одарила природа, и вы прекрасно свидетели этого всего. Прекрасные, замечательные картины, которые мы сегодня с вами видим. Ведь сегодняшний день – это не только повод для того, чтобы показать эти картины своим друзьям, своим близким, но и, конечно же, безусловно, сделать какой-то вывод, заставить нас чувствовать, естественно, мыслить и обязательно творить. Творить вот такое вот прекрасное. Все дети, все учащиеся нашей школы, которые посетили эту галерею, я уверена, что с завтрашнего дня откроются еще больше талантов. Таких талантов, которые тоже захотят открыть свою вот эту выставку галереи. Таких талантов, которые будут о себе вот в таком вот ракурсе себя показывать. И это здорово, что в нашей Абхазии существуют такие дети. Есть такие таланты, безусловно, которые имеют возможность на любых сегодня уровнях себя проявлять. Екатерина, мы рады, безусловно, рады тому, что в нашей школе вот есть такие таланты. И хотим тебя видеть еще на более высоком уровне, чтобы ты себя представляла, но и, безусловно, нашу Абхазию. Выставку школьницы посетили заведующая делом образования Гагарского района Мадина Ажиба, специалисты делообразования, педколлектив школы, учащиеся, родственники и друзья девочки. Было отмечено, что подобные мероприятия должны проходить не только в рамках школы, но и на районном уровне. Для меня сегодня приятная такая замечательная миссия присутствовать на этом празднике, на празднике красоты. У нас в последнее время на самом деле раскрывается много талантов. Дети показывают свои умения, навыки во многих направлениях, в спорте, в живописи. У нас есть много талантливых детишек, и то, что у наших родителей есть возможность, силы открывать перед ними двери, помогать им где-то для того, чтобы достичь определенного уровня, это, конечно же, замечательно. Я хочу поздравить всех нас с этим днем, пожелать удачи, всех благ. Это только первые твои шаги. Я уверена, что в дальнейшем выставка будет больше, и не только в рамках школы, но и в районе, в Доме культуры. Если когда-то где-то мы можем оказаться рядом и помочь, мы отдышим. Поздравляем всех вас. В этот день Екатерина принимала поздравления от всех своих учителей, ведь именно им она посвятила свою первую выставку. Это твоя первая выставка. Была только началом плавания твоего корабля по имени Талант. Чтобы твой талант открывал любые двери, а прекрасные работы, которые мы видим сейчас, они оставались в голове, в сердцах всех, кто их хотя бы один раз увидит. И вот в качестве поддержания, это мы тебя от класса, мы очень тебя любим, желаем тебе всего хорошего. Я хочу подарить тебе вот такой шикарный класс, который называется «Вдохновение», чтобы ты тоже его все время вдохновлялась. Спасибо, будьте лучшим. Спасибо, родители, вам большое за такого прекрасного ребенка. Одноклассники Кати впервые воочию увидели удивительные работы подруги, и каждый из них выражал свое восхищение. Что могу сказать о Кате? Она очень талантливая девочка. Я не видела ее картин, только на фотографиях, и не могла их рассмотреть поближе. И сейчас я просто удивлена очень сильно. Она часто говорила про то, как она рисует. Если честно, я думала, что это просто так, как хобби, вот легко занять время. Но это правда очень красиво. Я горжусь, что учусь с ней в одном классе. Она молодец, умница. Желаю ей успехов только и продолжать в том же направлении. Катя очень открытая, жизнерадостная девочка. Я всегда с ней была в хороших отношениях, и я очень горжусь ей. Очень красивые картины она нарисовала, и она молодец. От лица класса я хочу поблагодарить в первую очередь Катю за то, что она нам предоставила возможность посмотреть на ее шедевры. Картины прекрасные, все, как всегда, на высшем уровне. Она добьется своего. Екатерина Иджан и ее родители со своей стороны выразили огромную благодарность всем тем, кто помог им организовать и провести выставку. Я хочу выразить огромную благодарность всем тем, кто меня поддержал в сегодняшний день. Для меня это первая ступень, с чего я хочу начать. Всем огромное спасибо за поддержку, за поддержку моих друзей, за поддержку моих родителей, организаторов. Всем огромное спасибо. Поддержка моих друзей, моих родителей – это самое ценное, самое главное для меня. Спасибо всем огромное. И в преддверии 8 марта я хочу всех поздравить с праздником и пожелать самое главное – это женского счастья. Я хотела поблагодарить администрацию школы, Изабеллу Милоровну Аджиба, Олесю Романовну, организатор нашей школы, Мадину Бганба, директора Дома культуры, Губас Диану за оказанную поддержку, за оказанную помощь. И в преддверии всех, конечно, поблагодарить присутствующих, и в преддверии 8 марта поздравить всех женщин с 8 марта. Пусть у них будет всегда весеннее настроение. Первая выставка картин юной художницы Екатерины Иджан прошла на высоком уровне. Это был большой праздник для ценителей искусства. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok